Время новостей Татарстана Кадровая модернизация медицины Здесь более престижные поликлиники, здесь больше опыта я могу набраться, поэтому я хочу работать в Казани Каких специалистов не хватает до сих пор и почему? Альбина Слагараева Война, мир и родной язык Язык Толстого шершавый и все время компьютер его подчеркивает зелененькой чертой Феномен толстовского слога искала Лина Зинатолина Начиная выпуск мы с хорошей новости Сразу два мировых рекорда были побиты нашими фигуристками А значит есть все шансы оказаться на пьедестале Битву в короткой программе в Пхенчхане устроили Алина Загитова и Евгения Медведева Именно Медведева открыла группу сильнейших в личном турнире И сделала, казалось, невероятное Она вновь побила мировой рекорд Но 15-летняя Алина Загитова откатала практически идеально, тут же перебив рекорд Финальное выступление мы увидим послезавтра в 4 утра по московскому времени Конечно, всегда есть куда стремиться Если ты стоишь на одном месте и ничего не совершенствуешь То это как-то, ну, не по-спортивной, наверное Инвесторов привлекать, малым бизнесменам помогать и про аграриев не забывать Такие поручения сегодня Рустам Мениханов дал руководству набережных Челнов В городе подвели итоги минувшего года Статус территории опережающего развития уже дает свои плоды Но нужно по максимуму использовать открывающиеся с этим возможности Какие они камские горизонты, обозревал Дмитрий Аринин Набережные Челны это полумиллионный, второй по численности города Тарстана Основой его экономики составляют электроэнергетика, стройиндустрия И, конечно же, машиностроение, где большая часть продукции приходится на Камский автозавод Избавить город от такой монозависимости призваны статус территории опережающего развития и предприятия Которые создаются на основе этого Как работают компании Камского индустриального парка «Мастер» Сегодня посмотрел Рустам Мениханов Это уже шестая очередь промплощадки Сейчас здесь разместились 23 резидента Производят холодильное оборудование, фильтры для авто и промтехнику Ждут прихода и других бизнесменов Ожидается, что к следующему году здесь будет создано полторы тысячи новых рабочих мест Мы собираемся развиваться То есть у нас есть четыре проекта, которые хотим здесь реализовать Такая индустриализация должна благотворно отразиться на социальной сфере города Ремонте и появлении новых объектов Сегодня Рустам Мениханов посетил обновленную городскую поликлинику номер 3 Для нее закупили современное диагностическое оборудование Теперь впервые в городе появился кабинет раннего выявления онкологических заболеваний у женщин Здесь готово открыть межрайонный офтальмологический центр Который будет обслуживать 7 ближайших районов Обо всем, что сделали в Автограде и что предстоит впереди, говорили на сессии Наиль Магдеев доложил, что за год вырос объем производства, демография положительная, безработица – самый низкий за последние 17 лет Город Набережные Челны продолжает свое устойчивое развитие Занимает лидирующие позиции в республике По многим социально-экономическим показателям Обеспечивает комфортные условия для жизни и ведения бизнеса Сегодня Челны реализуют крупные инвестиционные инфраструктурные проекты Так, в минувшем году в город пришли 46 миллиардов рублей инвестиций Рустам Мениханов поручил и дальше привлекать инвесторов Крупные компании, прежде всего КАМАЗ, должны помогать малому и среднему бизнесу Для сельхозпроизводителей нужно создавать условия реализации их продукции А сами аграрии должны активнее пользоваться такими возможностями За 16-17 год я посетил Челны 22 разных мероприятий То есть все ваши болячки, проблемы, успехи, мы их знаем Что касается ваших цифр, в частности, доли субъектов малого и среднего бизнеса Валовый территориальный продукт, я считаю, что 30,5% на Илья Амбадовича Это цифра очень малая Поэтому вы должны в этом направлении активно работать Говоря о здравоохранении, президент сообщил На капитальный ремонт Челнинской инфекционной больницы будут выделены республиканские средства Но главное, медикам нужно лучше обслуживать население, чтобы люди были довольны В тот раз вот пошел, там главный врач отодвигал Сейчас потом разберемся Не надо так развиваться Значит, очень допотопная система там оформления бумаг Значит, в России много времени расходуют на то, чтобы оформлять какие-то бумаги Надо все-таки использовать современные технологии Посмотрите, что нужно сделать Чтобы население было довольное Подводя итог, Рустам Миниханов отметил, что у набережных Челнов большой потенциал И руководство республики будет и дальше находить эффективные решения для развития города Дмитрий Аринин, Шатаюков, Альберт Шифигулин, ТНВ, Набережные Челны В бизнес со школьной скамьиру Става Миниханова в Нижнекамске представили молодежный центр «Ковер» Это многофункциональное пространство с интернетом, каворкинг-зоной и кафе, где школьники и студенты Нижнекамска разрабатывают будущие бизнес-проекты Молодежный центр был создан при поддержке президента республики и профинансирован по программе развития моногородов О развитии экономики и бизнеса говорили на сессии Как доложил Айдар Медшин, сейчас Нижнекамск на третьей позиции в республике по экономическим показателям и на втором по привлеченным инвестициям Но перед тем, как оценить итоговые цифры 2017-го, Рустам Миниханов посетил обновленную консультационно-диагностическую поликлинику ЦРБ На капремонт ушло 80 миллионов рублей и провели его в соответствии со стандартами дружелюбной поликлиники В базе данных специалистов порядка 400 пациентов, к которым каждый день выезжают патронажные бригады Президент подчеркнул, что мнение населения о качестве оказанных услуг будет внимательно отслежено В этих зданиях это вы специалисты Как вы примете больного, может даже не больного, проконсультируете Как они будут отзываться о вашей работе, это очень важно Это не только оценка вашей работы, это отношение власти к населению Более 1200 врачей не хватает сегодня в республике В основном это узкие специалисты, фтизиаторы, гематологи, пульмонологи, диетологи, детские онкологи В медицинском университете сегодня решают вопрос не только с дефицитом кадров Но думают над тем, как воспитать кадры нового поколения, пациента ориентированного О том, что доктор это и психолог, и дипломат, Альбина Солгораева Молодой хирург из Актанырского района в 10-й поликлинике Казани трудится 3 года После его прихода дефицит с этой специальностью был исчерпан В целом же по городу нужны порядка 200 врачей Тогда удастся решить вопрос с очередями и нервной обстановкой в коридорах медучреждений Участковые педиатры, участковые терапевты, фтизиаторы, пульмонологи, гематологи Таких специалистов не хватает И если в казанских медучреждениях укомплектованность хорошая, то конечно в районах республики наблюдается острый дефицит Проблему помогают решить грантовые программы Студенты приходят по целевой, а специалистов из других регионов привлекают средствами на обустройство жилья Только по программе грантов у нас прибыло в 17-м году 4 врача, и так в 16-м тоже 4 врача Эльвира Шакурова из поселка Джалиль поступила по целевой программе Половину суммы за обучение оплачивает район После окончания вуза она должна 3 года отработать в родном Сармановском районе Но потом Эльвира все же хочет спасать жизни в столице республики Все-таки это мой родной дом, и мне бы хотелось там работать Но так как здесь более престижные поликлиники, здесь больше опыта я могу набраться, поэтому я хочу работать в Казани Не только о количестве, но и о качестве думают в УЗИ и в Министерстве здравоохранения Сегодня в стенах университета сортовал двухдневный всероссийский форум Врач сегодня должен быть дипломатом, психологом, педагогом Одновременно уверены эксперты Только такие специалисты востребованы в современном главальном обществе Нужны специалисты, которые умеют на современном уровне вести диагностику, лечению И что очень важно, взаимодействовать с больным, с его родственниками, со страховыми компаниями Вот в современных условиях врач это человек, который должен уметь и вести коммуникации В год Казанский ВУЗ выпускает 700 человек Из них каждый четвертый это житель другого региона, много иностранных студентов Есть врачи профицитных специальностей, гинекологи, косметологи, стоматологи При этом стоит отметить, дефицит узких специалистов все-таки с годами уменьшается И по прогнозам экспертов, через пять лет вопрос будет практически закрыт Альбина Солгораева, Ильшат Мухаммедов, ТНВ, Казань Общественный антикоррупционный контроль в учреждениях Татарстана Осуществляется недостаточно активно И чиновники отнюдь не всегда спешат открыть двери для таких контролеров-общественников Такие выводы сегодня озвучили на круглом столе, посвященном этой теме Как за госслужащими собираются усилить контроль, узнал Дмитрий Аринин Руководитель сказал такую фразу, вот эту фамилию вычеркните Он несколько раз критиковал нас в печати, значит, на различных собраниях Не нужно его допускать Это лишь один показательный случай того, как чиновники относятся к общественным советам и их составам Которые создаются при государственных и муниципальных учреждениях И уже по другой тенденции, озвученной экс-прокурором республики Узнать, какие процессы идут в коридорах власти, даже утвержденным наблюдателем, не так-то просто Как свидетельствует наше обобщение Органы власти не желают предоставлять информацию о своей деятельности И негативно реагируют на попытки гражданских организаций контролировать ее Отказ объясняют наличием охраняемой тайны Это лишь отговорка, потому что и по этому вопросу существуют нормативные акты Которые свидетельствуют о возможности общественного контроля Сейчас в Татарстане общественные советы созданы практически во всех органах государственной и муниципальной власти Общественники входят и в состав ведомственных и местных комиссий, которые борются с коррупцией Вот только, как констатировали сегодня, результаты этой работы порой незаметны Да и сами эти объединения отыскать сложно К сожалению, мы не можем сказать, что они везде действуют одинаково активно Одинаково активно принимают участие в общественной жизни районов Даже вот смотря на сайты районов, не везде мы сразу могли найти сведения общественных советов Где-то они спрятаны в какие-то подразделы Но это уже показатель того, как в районе относятся к деятельности общественных советов Для исправления ситуации сегодня на встрече предложили профессиональным борцам с коррупцией Больше проводить занятий с общественниками-активистами Шире в массы должен шагнуть и положительный опыт общественного контроля Действительно, сегодня без участия общественности, общественных объединений Активных граждан очень тяжело противодействовать такому явлению, как коррупция По итогам круглого стола обещали учесть все предложения По ним же должны появиться и рекомендации для практического воплощения Дмитрий Айрин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Ментимир Шаймиев положительно оценил ход работ по воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери Сейчас здесь уже завершена монолитная конструкция главного и малых куполов Сегодня на месте строительства прошло выездное совещание Ментимир Шаймиев и митрополит Феофан побывали и в уникальном пещерном храме Для сохранения фресок здесь ежедневно проверяют температуру и влажность Совещание продолжилось в здании Богородицкого монастыря Подставься самый сложный шесть, красивый, который уже работал по своему направлению Оформление внутренней и внешней Оно должно быть достойно этого исторического насилия Вы смотрите новости Татарстана и вот о чем расскажем далее Первые слова дороже второго 90% там мои слова, конечно Республика отмечает юбилей текста гимна Татарстана О том, как музыка писалась на его слова, расскажет Рамиль Шайдулин Воспитать любовь к кино и родине Кто забывает историю, тот опрещен на ее повторение Для чего юные режиссеры со всего мира встретились в Казани Узнал Сергей Хайдаров Сабинские женщины должны прийти на помощь и повысить демографию в районе С такой просьбой сегодня к ним обратился глава Раис Мениханов А еще в районе нужно уменьшить безработицу, повысить уровень медицины И развивать малый и средний бизнес О задачах и итогах Алина Бережная Предполагает, что это было в двухэтажной здании Уникальная постройка 19 века Одной из старейших мадресе России Достояние села Сатышево Еще пять лет назад памятник архитектуры находился в плачевном состоянии После включения республиканскую программу МИРАС Здесь началась большая реставрация Она завершилась в конце прошлого года Подлинные предметы истории мадресе Оценил сегодня во время деловой поездки в Сабинский район Председатель госсовета Фарид Мухамедшин От духовных пищек насущные Порядка двух тонн молока в сутки перерабатывает Сабинский кооператив Каймак Цех заработал в июле прошлого года И за полтора года переработал и реализовал 440 тонн молока В ассортименте творог, коты и сметана А уже в этом году предприятие начнет выпускать твердые сорта сыров О сельхозпредприятиях и развитии района говорили уже на сессии До 2017 года для нас и для республики был непростым, достаточно напряженным Надои нарастить, поголовье сохранить, а еще не потерять хорошие показатели по урожайности Здесь с одного гектара собрали 38 центнеров зерна Для повышения производительности труда надрели во всех отраслях экономики принципы бережливого производства Малый и средний бизнес тоже нуждаются в подпитке Сейчас их доля в общем объеме производства 33% Надо довести до 50% Сейчас Сабинский район ставит перед собой новые задачи по организации территорий общего развития Вы серьезный шаг в развитии собственной налоговой базы сделаете Миллиард 186 миллионов рублей вы зарабатываете из собственных средств Но чтобы идти вперед нужны кадры, а пока в районе оттока сокращения рождаемости Я призываю наших верующих женщин, обуставив и работников медицинских учреждений Активно пропагандировать идеи не принимать средства, препятствующие защитию ребенка И не прерывание беременности среди женщин детородного возраста Есть проблемы и с трудоустройством Сегодня каждый 200-й житель района без работы И это выше, чем по республике Кроме того, глава парламента призвал обратить внимание на укомплектованность медицинских учреждений квалифицированными кадрами Задачи 2018 года, которые были приняты сегодня на сессии по докладу Меньханова, Раиса Нургалевича, действующего главы района Они очень напряженные, но вполне реальные вместе со своим народом и при поддержке, конечно, всей республики Поддержать можно самих себя программой самообложения, посоветовал Валерий Мухамедшин В 2017 году здесь собрали более 7 миллионов рублей и вложили в дело Задача на этот год также заставить деньги работать Именно Бережная, Данил Филатов, ТНВ, Сабинский район Первый пошел в поселке Чешман Урладского района, теперь свой магазин Его построили в рамках республиканской программы «Сельский магазин» Такие стационарные торговые точки строят там, где есть более 100 дворов Теперь у 276 жителей поселка отпала необходимость ездить за товарами в район В новом магазине представлен богатый ассортимент от продуктов питания до хозяйственных товаров В рамках программы в 31 районе республики работают уже 53 таких магазина Из песни слов не выкинешь Ровно пять лет назад гимн республики обрел свой текст В 90-х и 2000-х произведения исполнялось без слов, хотя текст появился намного раньше музыки Почему от стихов решили отказаться и как вернули вновь, расскажет Рамиль Шайдулин 2013 год, в сценах БКЗ имени Сайдашева звучит новый вариант гимна республики Еще не утвержден текст, поэтому вариант считается рабочим Это потом скажут, что стихи одухотворенные и эмоциональные Но тогда в слова только вслушивались, впервые с большой сцены прозвучало... Где-то 90% там мои слова, конечно Писатель Гарай Рахим вспоминает, как он менял первоначальный вариант почти до неузнаваемости Основа была написана еще поэтом Рамазаном Байтимировым Но для текста гимна она была слишком личной Поэт говорил от своего имени Текст менялся силами поэта и дочери Рамазана Байтимирова Автора оригинальных стихов Туган Ягам, написанных еще в 70-х Услышав которые, композитор Рустам Яхин написал мелодию, которая впоследствии его прославила Новые флаг, герб штандартов В 93-м вспоминают члены конкурсной комиссии Татарстан вступает на новый путь Верховный совет утверждает новый гимн, но пока без слов В 2013-м в Татарстане объявляется открытый творческий конкурс на стих для нового гимна В составе конкурсной комиссии музыканты, певцы, поэты, лингвисты, правоведы Приходит порядка 200 работ Руливали, понимая, что нам нужен гимн, который бы подчеркнул величие и наших традиций И нашей республики, и показал ее будущее Будущее в дружбе Сегодня пять лет, как под музыку Яхина звучат слова о единстве дома и одной общей семье 8 строк на татарском и 8 строк на русском Слова на двух государственных языках о взаимном уважении друг друга Памиль Шайдулин, Айгуль Батрудинова, Игорь Романов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань С международным днем родного языка всех татарстанцев Сегодня поздравил Фарид Мухаммершин Председатель государственного совета отметил Каждый из народов России имеет собственную многовековую историю Обладает самобытной культурой и языковой средой Нужно уважать и всемирно содействовать развитию языкового многообразия российских народов Ведь сохранение языка это сохранение обычаев, традиций и духовного наследия Родной язык всегда останется родным, говорил Лев Толстой Русское слово писатель прославил на весь мир На первый взгляд запутанные предложения и шероховатый язык читаются как самый живой слог И объяснить это можно только гениальностью Почему книги Толстого до сих пор переводятся на языки мира А его статьи можно хоть сейчас печатать на злобу дня Лина Зинатулина Известный писатель писал В Великом и Могучем китайские студенты уже делают успехи Вот и самый известный в мире русский писатель им, конечно, знаком За войну и мир в оригинале, правда, взяться пока не отважились Но другой роман Лю Нань прочла уже не раз На Калинина читали Книга очень большой И трудно, ну, что сказать Первый раз читать трудно понимать Но через два раз, три раз нужно понять 200 тысяч слов в русском языке было еще в середине 19 века, когда создавлялся словарь Даля С таким богатством неудивительно, что толстовские предложения порой занимают целую страницу Где и причастные, и причастные обороты, повторения от них и тех же слов Язык не гладкий и не выхолощенный За то самый, что ни на есть русский Он стремился настолько объяснить свою мысль Объяснить так, чтобы пробить какую-то коросту и на уме, и на сердце читателя Что он писал длинными фразами Нажимаешь на эту фразу, а компьютер говорит Поищите здесь стилистическую ошибку На самом деле у Толстого настоящий живой язык Такой, какой он, собственно говоря, должен быть Откуда же такое мастерское владение русским языком? Ответ ни дня без слова Не секрет, что с Казани у писателя связывает учеба в университете Но не все знают, что именно здесь он начал писать дневники, которые вел до конца жизни Ежедневная работа над слогом и положила начало шедеврам, которые ценят по всему миру Вот это ощущение, что человек весь виден Толстому вообще как на ладони Что Толстой пишет про Наташу Ростова, а на самом деле пишет про тебя Оно не связано с какой-либо национальностью, со страной Оно вообще возникает у любого человека Вот каким образом это происходит? Ну это гений Так сказать, эту технологию не узнаешь Одна только война и мир заняла 6 лет писательского труда А кроме эпопеи, еще 5 романов, десятки повестей, рассказов и пьес В национальной библиотеке сочинения Льва Толстого хранятся в 90 томах Здесь и публицистика актуальна до сих пор Рассуждения о нищете, власти и народе, пустоте газет Напечатая их по другим именем, сойдут за современные А в книгах целая философия, любви к миру и к людям Непротивление злу насилием основа толстовского учения Оно продолжает проповедь ударили по одной щеке, подставь другую Ведь иначе зла будет только больше По его романам, кстати, рекордное количество сериалов и кино От советского до голливудского Русские характеры и русское слово на экранах и в центре внимания иностранцев Я люблю вас За что? Любовь не задает вопросов О любой русский человек Толстого знает с самого детства И так все поколения читаем, мыслям и говорим на нашем родном Война и мир, как же самое главное его Анна Каренина, очень много у нее хороших Они учат добру, милосердие, по-моему, о смысле жизни задуматься Очень душевно, можно прочувствовать именно то, что он сам чувствовал Ну и как бы на себя тоже это проецируется Он очень глубоко пишет И у него очень крайне описание картины И природы, и характер человеческий Хотела издавать ЕГЭ по литературе, поэтому прочитала Войну и мир телеком Сложно тем, что там есть французские слова Французский Толстой тоже знал совершенствие Понимать мог еще 13 языков При этом сам он писал Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову не идет Как ни говори, а родной язык всегда останется родным Лена Зинатольевна Марацин, ГРФ, ТНВ, Казань В Казани стартовал пятый фестиваль патриотического кино Режиссеры и актеры это школьники и курсанты кадетских корпусов В этом году фестиваль получил статус международного Для кого кино начинается со школьной скамьи, узнал Сергей Хайдаров Здесь они актеры и режиссеры, сами себе гримеры и декораторы Именно так и создается кино руками детей На экране безупречная игра в сценарии, любовь к жизни и патриотизм Для кадетов из Омска это уже третий фестиваль Приехали за победой, хоть и бюджет фильма далеко не голливудский Это как у нас студия, ну, любительская, если можно сказать И декораций нет Сейчас телестудии появляются во многих школах страны Работа в кадре, написание сценариев Все живо и интересно Казанская школа 177, где базируется фестиваль В этом вопросе не исключение Попробовать свои силы в телевидении Каждый ребенок может прямо там, где учится Именно эта школа оснащена собственной телестудией И здесь любой желающий может попробовать себя в роли ведущего школьных новостей За несколько часов фестиваля зритель переживает десятки историй Каждая уникальна, неповторима и учит главному Кто забывает историю, тот обречен на ее повторение И мы просто не хотим, чтобы еще раз повторялась эта история Чувствуют те герои, о которых нужно показывать Потому что некоторые молодежи не знают У них сосед живет, ветеран Бэкбейси Но они не знают о нем, кто это И мне нравится, что такие вот детишки приезжают и рассказывают об этом Оценивать работы фестиваля доверено профессиональным кинорежиссерам А лучшие работы увидит широкая публика, обещают организаторы Пускай и не на экранах кинотеатра Просмотры работ пройдут в вузах и школах Татарстана Сергей Хайдаров, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань Информация о погоде на завтра в завершении выпуска Я же прощаюсь с вами до следующего Выведет 21.30 Всего вам доброго Добрый вечер Время новостей спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Денис Спецов и Александр Большунов Стали вторыми в командном спринте в свободном стиле Также одержали крупную победу над сборной Норвегии Со счетом 6-1 И вышли в полуфинал Олимпиады наши хоккеисты Девушки в борьбе за бронзу Уступили команде Финляндии К новостям бильярдов В Казани завершился турнир в дисциплине комбинированной пирамиды Там 100 сильнейших спортсменов страны разыграли путевку на международный чемпионат В мужской части победителем стал Павел Кузьмен из Екатеринбурга У девушек сюрпризов было меньше Восьмикратной чемпионке мира Диане Мироновой для победы хватило пяти розыгрышей У меня, знаете, было такое ощущение, что как будто я нахожусь не на чемпионате России А на чемпионате мира Потому что мы играли, во-первых, в таком замечательном зале С новыми столами, новым сукном За что я очень благодарю организаторов К хоккею, завершающий домашний матч регулярного чемпионата Акбарс проведет по-особенному Игра будет посвящена 20-летию с момента завоевания первого звания чемпионов России Эта победа послужила началом новой истории Акбарса История полной большими победами и завоеванными трофеями А пока барсы готовятся к возобновлению чемпионата КХЛ После серии игр в Сочи и матча в Вальметьевске С нефтяником казанцы продолжили подготовку В российской столице запланировано провести три матча Первая игра прошла на базе в Новогорске против московского Динамо И завершилась победой хозяев серии буллитов А 21 и 23 февраля казанцы сыграют с ЦСКА И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте В республике устанавливается морозная погода временами со снегом Подробнее после полезной информации Спонсор показа изготовитель корпусной мебели на заказ Компании Данил Мастер Вам нужен шкаф-купе Качественный, недорогой и по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать в феврале со скидкой 20% Данил Мастер Город Казань Улица Восстания 23 Телефон 2 167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода На юго-востоке республики Облачная погода с прояснениями Временами снег Подморозило до 10 градусов На северо-востоке Нижнекамске Набережных Челнах Елабуги Облачно с прояснениями Местами также пройдет снег Столбики термометров покажут 10 градусов ниже нуля На севере Татарстана, Менделинске, Агрызи, Менделеевске 9 градусов мороза И также со снегом На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтаси Облачная погода с прояснениями 10 градусов ниже нуля Пасмурная погода на юго-западе республики Тут пройдет снег И также минус 10 В центральных районах Чистополе, Альметьевске, Мамадыши Переменная облачность Местами пройдет снег И 9 градусов мороза В последующие дни морозная погода сохранится Одевайтесь теплее, берегите себя Спонсор программы Выставочный оператор Союз Промэкспо Приглашает посетить выставку Екатеринбург Халяль Экспо Со 2 по 4 марта в центре международной торговли Все о халяль индустрии Качественных продуктах и технологиях Екатеринбург, улица Куйбышева, 44 О погоде в Казани В Казани будет малооблачно Временами пройдет снег Температура воздуха в дневные часы Минус 9, минус 11 Ветер западный до 4 метров в секунду Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 82% Магнитные поли земли спокойные Это вся информация о погоде В студии была Лейла Латыпова Увидимся на ТНВ